И вот на горизонте 6 лет такие задачи должны начать появляться. И мы работали над дорожной картой, подробнее мы поговорим об этом в другой сессии через пару часов. Вот на горизонте 6 лет применение квантовых вычислений, про квантовых коммуникаций, нету столько времени говорить, но тоже Ростелеком, у него уже своя команда есть по квантовым коммуникациям. То есть корпорации начали проявлять интерес. Так вот, отвечая на вопрос, кто никому надо, надо всем, а кто уже осознал, что им надо. Вот с точки зрения Телеком-оператора, просто Телеком, кто начал систему работу в этом направлении. С точки зрения потребителей вычислений, Сбербанк, Лермоноск, мы с ним активно работаем. Например, на медицинском уровне мы будем показывать освещенную сеть. Осознание того, что банковые технологии нужны, начало появляться в индустрии. Но вот наша миссия на ближайшие несколько лет, это не только построить рак, но и донести мысль о том, что эта технология нужна всем. В той же медицине, например, диагностика ранней стадии, это то же самое время, или на ранней стадии рака. Найти то место, где граница рака, тоже может быть улучшена с помощью квантовых технологий, это квантовые сенсы, которые позволяют рассмотрение. То есть это все истории, которые на горизонте 6 лет уже мы видим. Можешь попросить еще пару каких-то примеров, прикладного применения, чтобы кто-то бы сказал, что про медицину... Ну вот, смотри, про медицину есть, так понятно. Понятно, что в зоологии, вот, как Павел говорит, да, развитие моторская по-многому зависит от наличия каких-то эффективных партнеров, которые принимают вообще ценности технологии, и которые экспериментируют, имеют, наверное, определенные ресурсы. Вот, и в этой логике взаимодействия у нас там идет самая система, а сфереопрогенится о чем. Но для того, чтобы даже коллегам, которые сейчас взяли, что-то у нас, да, вот, принимать ценности, то есть, сколько сценарий, где реально раскрывается потенциал, как вам будет технология? Ну, про медицину, например, даже компания D-Wave, она уже сейчас с одним из госпиталей в США, но пока все примеры, к сожалению, западные. Это, ну, западные или восточные, то есть Китай, ну, в России пока мы можем говорить о том, что мы начали испытывать квантовые коммуникации, про вычисление еще рановато. Так вот, компания D-Wave с одним из госпиталей делает следующую работу. Они пытаются оптимизировать количество радиации при лечении раковых опухолей с помощью квантовых вычислений. Много вопросов, но это уже первые реальные случаи. Вторая, вот, например, интересная еще также отрасль, Boeing или Airbus, сейчас скажу, по-моему, Airbus, Челлендж объявил квантовый, поставила задачи, которые они бы хотели, чтобы были решены. Одна из главных задач – это новый материал. Понятно, что в самолетостроении это очень ключевая задача, опять же, композитные материалы сейчас нарастают внутри самолета по сравнению с металлом. А вот сделать материалы, чтобы они были, например, еще легче, еще прочнее и так далее, конечно, это вызов, конечно, и будет. И вторая задача интересная, которая в этом же кейсе решается, это вот всякие оптимизационные вещи. Как, например, вот вам простая задача, которая выглядит очень, формулируется просто, и выглядит простой, но решается стойно. Вот у вас есть много-то коробок, и вам надо в чемоданах уложить оптимальным образом. Просто же задача нарастает, где сложность с количеством коробочек экспоненциальных. То есть 100 коробочек вы оптимально не уложите, жизни не хватит, и суперкомпьютера не хватит. Ну вот, например, вот эти чемоданы, чтобы правильно уложить в багажный отсек, это тоже задача. И вот такие оптимизационные вещи, они тоже начнут решаться в ближайшие годы. Сложно сказать, какой же конкретный год, но это уже вот обозримый горизонт, и это реальная вещь. Спасибо большое, Руслан. Коллеги, мы с вами провели сейчас диалог отраслей и противополитной технологии.